Так будет ли на столе ресторанного бизнеса и хлеб, и масло? Согласно проекту налоговой политики на следующий год для сегмента Харека предлагается снизить ставку НДС с 15% до 12%. 3% снижение много это или мало в условиях пандемии вопрос совсем не риторический. Но что об этом думают сами рестораторы? По словам председателя Национальной ассоциации рестораторов Анетты Засовицки, с начала пандемии ресторанный бизнес так и не оправился. Ещё в феврале месяце были проведены переговоры с правительством, на которых представители ассоциации предложили снизить НДС хотя бы на полгода. Тогда была достигнута договорённость. Если рассматривать эту меру 12%, можно сказать, что правительство КИКУ сдержало своё слово. Национальная ассоциация рестораторов выступила с заявлением, в котором приветствовала инициативу Кабмина. По словам Анеты Засовицки, эта мера поможет бизнесу остаться на плаву. Хотя сейчас сектор Харека работает на 50% возможностей. Соответственно, и прибыль в минусе на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гостиничный бизнес и вовсе работает только на 10%. Ассоциации рестораторов готовят дополнительный пакет предложений, которые представят на рассмотрение Кабинета министров. Здесь понимают, сложно найти решения, которые бы помогли всем – и рестораторам, и отелям, и смежным отраслям. И всё-таки на столе у ресторанного бизнеса будет хлеб и масло. Представители сектора Харека надеются, что кроме ещё большего уменьшения ставки НДС, можно вести конструктивный диалог с властью и по другим налогам для снижения нагрузки на бизнес. Например, об отмене платы за аренду помещений в случае введения карантина, о возмещении затрат на дезинфицирующие средства для персонала, а также в вопросе субсидирования со стороны государства для сохранения рабочих мест.